Динамо ТВ запускает новую рубрику под названием «Белосиняя викторина». В рамках этого проекта мы будем встречаться с абсолютно разными людьми и готовить для них викторины на совершенно разные темы. А первый наш выпуск посвящаем белорусскому классику. Дискомформистная борьба, нереальные эмоции, все это здорово, но что еще мы знаем о противостоянии Минского Динамо и Борисовского Батте. Об этом мы и поговорим. Погнали! Сегодня в выпуске вы не увидите наших футболистов. Пускай спокойно готовятся к воскресному матчу против Батте. Тем более у нас появилась идея получше и мы пригласили к нам в гости действительно легендарных личностей. Встречайте, Виталий Викторович Володенков и Дмитрий Александрович Чалей. Загорелись? Тогда смотрим. Чалей Дмитрий Александрович, полузащитник. В составе Минского Динамо выступал с 2004 по 2006 год. За это время провел 59 матчей, сбил 4 гола. Чемпион Беларуси в составе Динамо принял участие в четырех матчах против Борисовского Батте. Владенков Виталий Викторович, полузащитник. В составе Минского Динамо выступал с 1992 по 2007 год, с перерывом в 2002 году. За это время провел 256 матчей, забил 26 голов. Четырехкратный чемпион Беларуси в составе Динамо. Принял участие в 15 матчах против Борисовского Батте. Хотим мы и Дмитрием, ну от всего еще, пользуясь случаем, выразить соболезнования семье, болельщикам, родным футбольному клубу Батте, в связи с уходом, я считаю, великого человека, Анатолия Анатольевича. Все это о памяти. Да, действительно, хотелось бы выразить соболезнования всем болельщикам, всем, кто связан с футбольным клубом Батте. Анатолий Анатольевич, это действительно великая личность для нашего Беларусского футбола и, к сожалению, его жизнь оборвалась так рано, так что глубокие соболезнования всем, кто переживает за Брисовский Батте. Итак, друзья, суть нашего квиза довольно проста. Мы подготовили 15 вопросов для наших гостей и они по очереди будут на них отвечать. За правильный ответ 1 балл, но в некоторых случаях будет 2 и больше баллов. Это, естественно, все будет оговариваться. Ну что, вроде бы все понятно, да? Поехали. Первый вопрос. Сколько лет назад была сыграна первая классика в истории белорусского футбола? Сколько лет главному футбольному противостоянию страны? Итак, первый вариант 43 года. Второй вариант. 20 лет. Третий вариант. 35 лет. Дмитрий. 20 лет. Оба наши героя отвечают 20 лет и я хочу сказать, что атлет не правильный. Почему? Потому что в 75 году дублеры Минского Динамо почему-то по каким-то причинам наш дубль отправили в первенство в СССР и там они встретились с Борисовским Батте в первый раз. Это было в четвертом туре. Тогда Динамо первый раз встретилась с Батте и первый раз одержали победу. Итак, первое... В 75 году. В 75 году было. Дима еще не было. Не помню. Да, ну вот такой был интересный пар. Так, продолжаем дальше. Пока у нас по 0 баллов. Второй вопрос. В том сезоне команды встречались еще три раза. И во втором матче, в первом матче, который прошел в Борисове, был очень интересный факт. Вообще, в принципе, матчи в Советском Союзе очень редко прерывались из-за поведения болельщиков. Но в Борисове матч был прерван из-за того, что на поле был выброшен какой-то предмет. Что это был за предмет? Вариант 1. Дымовая шашка. Вариант D. Пластиковое сидение. Вариант 3. Бутылка. Дима? Ну, чисто наугад, я думаю, что пластиковая бутылка. Виталий? Я думаю, сидение. Правильный ответ. Это была бутылка. Даже в протоколе об этом была сделана запись, которая дословно звучит так. На поле была брошена бутылка, но порядок был установлен быстро, хулигана поставили на место, а вообще поведение было примерное. Вот такой интересный факт из первого матча, который был у Борисы. Первый выездной поединок между Борисовским, Боте и Минским, Динамо. А вообще, на вашей памяти, матчи с Боте прерывались когда-нибудь? Когда вы играли, когда были футболистами? Ну, наверное, нет. Когда мы вместе в тот период играли, наверное, такого... Да и вообще, наверное, не припомнить такого момента, что... Только если поздорим между собой. Ну, такое-то напаление, наверное. Правильно? За всю длинную историю, да, конечно, куда ни без этого. Итак, у нас получается 1-0, Дмитрий выходит вперед. Третий вопрос. В белорусском классике голов было забито немало, а если быть точнее, за всю историю их было ровно 133. Кто из легенд белорусского футбола когда-либо забивал в этом матче? Итак, первый вариант. Александр Хацкевич. Второй вариант. Эдуард Малафеев. Третий вариант. Максим Ромашенко. Итак, Виталий, первый. Тяжело, да? Хацкевич подсказывает. Так, Дмитрий? Я тоже думаю, что Александр Хацкевич. Итак, никто не угадал правильный вариант. К сожалению, Александр Хацкевич ушел в Киевское Динамо и до противостояния с БТ не успел здесь, так сказать, провести. Но потом он вернулся. Вернулся и... Сыграл в нескольких матчах, да. Но, к сожалению, в матчах не забивал. А вот Эдуард Васильевич Малафеев забивал ворота Брикского в БТ. Это был его последний, заключительный гол в карьере. Такой вот интересный факт. Мы тогда играли в Борисове на выезде. Это была четвертая игра в 75-м году. Эдуард Васильевич, будучи играющим тренером, решил усилить игру. Вышел на поле и четвертый мяч он забил. Вот такой вот у него был заключительный гол. Короче, Эдуард Васильевич мне напирает. Так что, Дмитрий Александрович, готовься. Готовься. Четвертый вопрос. Первая классика в рамках чемпионата Беларуси. Это был 98-й год. Кстати, Виталий, помнишь, на каком стадионе был этот матч? Стадион «Орбита». Может быть. Да. Каким примечательным событием отметился этот матч? Итак, вариант один. Удаление у обеих команд. Вариант два. Матч перерывался из-за поведения болельщиков. Вариант три. На стадионе погасло электричество. Виталий, первый. Поведение болельщиков, я думаю. Так. Дмитрий что нам ответит? Ну, не электросвещение это точно. Потому что там, в принципе, не было. Там, в принципе, не было. Откуда на «Орбите» может быть электросвещение? И какой еще вариант был? Удаление у обеих команд. Ну, давайте я, чтобы для разнообразия тогда, наверное, может быть удаление у двух команд. Шила может удалили, да? Ну, вот и для разнообразия Дмитрий Александрович выходит вперед. 2-0. Действительно были удаления у обеих команд. Первая классика в истории получилась довольно-таки жестким, эмоциональным. Сначала был удален Андрей Шила. А у гостей Виктор Гончаренко, кстати. Помню, да. Да. Виталий, что помнишь о том матче? Помню. Это было очень давно. Вот сейчас Шила вылез, вот как-то Дима сказал, что удаление. И мне сразу Андрей Шила как-то вылез. Точно, да. Может, помнишь, за что? Или Виктор Михайлович Гончаренко за что был удален? Нет, не помню. Ты тогда принимал участие в том матче. Кстати, примечательный факт, что мы тогда играли в желтой форме. Да, да, да. Для Дион. Да. Да, да, да. Было дело. На орбите не запомнил он еще. Продолжаем. Пятый вопрос. Да, Дима, как феоли. Уже 2-0, между прочим, да? Самая крупная победа Минского Динамо над Борисовчанами. С каким была одержана счетом? Итак, вариант 1, 5-1. Вариант 2, 4-2. Вариант 3, 3-0. Дима? Знаю, наверное. Было бы странно, если бы ты не знал. Ну, я же не могу. Секунду. Применя мы крупно Борисов не обыгрывали. Но тоже рискну. Я думаю, что там не... Я думаю, что счет 3-0. Я думаю, 4-2. Почему ты так думаешь? Вылезло что-то из головы. Вроде вспоминаю, много набили. Естественно, Виталий начинает немножко сокращать счет. 2-1. Действительно, 4-2. Это был июль 2006 года. Динамо тогда сумели отгрузить четверочку в ворота Боте. Марсио, Эду и Дубль Ковеля. Это была самая крупная победа над Борисовским Боте. Я был травмирован. Да, Дмитрий Александрович, что это счастье в матче. Можесть и не было. Которого еще не было. Командующий был. Так, счет 2-1. Продолжаем. Шестой вопрос. Внушительная цифра. 23 футболиста за всю историю противостояния Минского Динамо и Боте играли и за одну команду, и за вторую. 7 футболистов совершали прямой переход из Боте в Динамо или наоборот. Я вам предлагаю назвать фамилии. Сколько вы вспомните, столько баллов у вас будет начислено. Кто напрямую переходил из Боте в Динамо, либо наоборот. 7 таких было футболистов. Из Боте в Динамо или наоборот, да, Виталий. Но я думаю, что Игорь Чумаченко. Согласен. Интересно. Игорь Чумаченко тоже соглашаешься, да? Да, да, Игорь Чумаченко. Правильно, еще будут варианты. Николай Орендюк, нет? Интересно. Николай Орендюк играл и Борисов, и в Динамо. Тут тоже соглашаюсь. Правильно, да, по два балла есть. Еще кто-нибудь кого-нибудь вспомнит? Так, так. Ух ты. Интересно. Есть шанс заработать баллов и выйти вперед. Причем так очень неплохо. Хорошо. Это Игорь Стасевич? Есть. Третий балл заработал. Нельзя повторять, но я не вспомнил бы, честно скажу, да. Я из состава, как я, это вспоминаю. Да, все время, кстати, мы в свою ногу. Когда мы где-то что-то пытаемся, тут надо немножко освежить. Да, вот уже есть времена по молодежи, но и я позволю себе немножко намекнуть, дать подсказку вратарь, который, кстати, играл вместе с вами. Кто? Горбунов. Да. А, неправильно. Нет. Борис Панкратов. Ух ты. Вот это даже и не вспомнил. Как же, забыли-то. Про товарища Панкратова, да. К сожалению, Горбунов переходил у него. Ну, если я не ошибаюсь, потом, да, перешел в Батте. Итак, 3 балла заработал в этом нашем конкурсе Дмитрий, 2 балла заработал Виталий. Общий счет у нас 5-3. Продолжаем. Седьмой вопрос. Кто чаще всего судил матчи Динамо и Батте? Вариант 1. Алексей Кимбаков. Вариант 1. Вариант 2. Сергей Шмолик. Вариант 3. Вадим Жук. А первый кто бы? Кульбаков. Нет, точно. Называй. Виталий Трич. Ты, прошу, считай, что не Кульбаков. Кульбаков, второй кто? Шмолик. Шмолик вижу. Тогда, пускай будет Алексей Кульбаков. Он ответственный человек, его всегда ставили на такие противостояния. Не знаю, интересно, я хотел тоже назвать, думал, Виталий все-таки откажется, что Кульбаков почему-то тоже мое мнение, что он начал очень рано свою судейскую карьеру по возрасту, если так отталкиваться и до сих пор работает. И мне кажется, наверное, логично, что он все-таки проглубил больше всего матча. Вот так вот абсолютно правильно отвечают оба участника. Алексей Кульбаков 11 раз судил белорусская классика. Это абсолютный максимум, и что самое интересное, это еще не предел. Алексей Кульбаков, еще у него карьера продолжается, и дай бог еще ему отличных матчей. Поэтому мы продолжаем. 6-4 у нас счет, Дмитрий Александрович Чалей у нас впереди. Восьмой вопрос, экватор мы уже перешли. Сколько голов было забито в самом результативном матче между Борисовским Батте и Минским Динамо? Вариант 1, 5 голов, вариант 2, 6 голов, вариант 3, 7 голов. Так. Вспоминаем, вспоминаем. Либо попытаемся угадать. Самый крупный счет 4-2, я помню, 6. Может быть, было больше. Я тогда рискну предположить, что может быть, 7 еще было. Дмитрий Александрович отвечает, 7. Виталий Викторович, 6. 6. И Виталий Викторович оказался прав. 6 голов было забито в самом результативном матче между Патте и Динамо. Причем это было дважды. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно, да. В 16-м году мы сыграли 3-3. Это был сумасшедший матч на Борисовском арене. Все прекрасно помнят. И 4-2. 3-0, чем очень-то трешку забивал у них там. Было, было, да. И такое. Только 3-1. 3-1, да. 1-0. Да, да, да. Итак, сокращает счет Виталий Викторович. 6-5. Девятый вопрос. Белорусская классика за свою историю проводилась на 8-ми стадионах страны. Это Локомотив, Городской, Орбита, Динамо, Динамо Юний, Трактор и Борисов Арена и еще один стадион. Лишь однажды оно проводилось, это противостояние, за пределами Минска либо Борисова. Что это был за город? Может, кто-то сразу даст ответ, это будет плюс один балл еще сверху. Ну, Саныч, я думаю, даст сразу ответ. Ну, нет, я не знаю, так не помню. Но мне почему-то кажется, может быть, это стадион Молодечна. Тарья Викторовича. Почему там не Динамо, там проводила матчи при Анатолии Байдачном, да, по-моему, было? Да. Не просто я не помню. Тогда я предложу три варианта ответа. Жодина, Смолевича либо Молодечна. Ну, Дима сказал Молодечна. Дмитрий Саныч сказал Молодечна. Я возьму Жодина. Жодина и Виталий Викторович сравнивает счет. Действительно. Действительно. Сейчас, когда вы... Да. Можно было подвесить. Единственный матч, который проводился не в Минске, либо в Борисове, был проведен Жодиной. Закончился он нулевой ничью. Это был 2013 год. 6-6 счет у нас. Продолжаем. Итак, у нас становится очень интересное противостояние. В общем, такое принципиальное, да? Да, конечно. Десятый вопрос. Про бомбардиров классика знают многие, а вот ассистенты это не самая известная информация. Поэтому вопрос такой. Сколько голевых передач на счету лучшего ассистента в истории белорусского классика? 5, 6 или 7? Тут все просто, три варианта ответа. Так. Не понял, на что я не спустил. Сколько голевых передач на счету лучшего ассистента в истории белорусского классика? Ее мать. Ну, считай, сколько ты вспоминал. 5, 6 или 7. Рискну предположить, что это… Дмитрий Александрович отдавал голевые передачи? Виталий Викторович. Я не отдавал голевые передачи матча с Бакте. А что надо назвать? 5, 6, 7? Да. Голевых передач. Я думаю, что это ты. Нет. А сколько передач? Ну, ты видишь… Ну, сколько передач? Опять. Я говорю, вспоминаю, сколько ты можешь. Ну, считай. Дмитрий отвечает в пять. Так? Дмитрий Александрович дает правильный ответ. 5 голевых передач на счету лучшего ассистента в истории белорусского классика. И более того, Дмитрий ответил еще на один вопрос. Виталий Володенков является лучшим ассистентом в истории белорусского классика. Но… Следи за мной. Ты не один такой. Я знаю. Игорь Стасевич у него тоже пять передач. И у него есть еще все шансы превзойти Виталия Викторовича. Но будем надеяться, что у него это не получится. Будем надеяться. Да. Продолжаем. Счет 7, 6 в пользу Дмитрия Чалея. Одиннадцатый вопрос. Самый популярный счет в истории классика? А. 1, 0. Вариант Б. 2, 0. Вариант В. 1, 1. 1, 0. Дмитрий? Последние годы что-то все счеты 1, 0. Я думаю, что 1, 0. Я все-таки, наверное, предположу, что, наверное, счет нищий. 1, 1. На вашей память много было матчей с таким счетом, в которых вы принимали участие? Нет. На моем мало. Только в последнее время начали один играть, да? На последнее 3-4 года. Один. Да. На моем матч. Один. 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 В моей памяти именно почему-то остался только один матч, когда мы здесь стали чемпионами. И даже как сыграли первый круг, допустим, вот я, и даже 4-2, когда я был в команде, я, к сожалению, потому что столько эмоций, только вот этот матч, как сейчас перед глазами, а так вот сложно вспоминать, вот без каких-то там, может быть, подсказок, наводящих вопросов, вот так и не вспомнишь. Ну, к сожалению, никто не дал правильного ответа, потому что правильный ответ 2-0. 9 матчей из 5-10-5 зафиксировано с таким результатом. Это все в наше время, да? Да, да, вот так вот. Итак, 7-6, Дмитрий Чалей продолжает лидировать. В истории классика есть единственный случай, когда футболист не забил пенальти. Кто этот счастливчик? Один. Максим Жавнерчик. Вариант 2. Станислав Драгун. Вариант 3. Максим Цыгалко. Кто из этих людей не забил пенальти в классике? Раз, два, три, Цыгалко. Синхронно, Дмитрий не согласен, не ловит, а кто-то другой. Сейчас достанет. Так, вспоминаешь? Знаю. Ну, да, либо два варианта я буду рассматривать. Я тоже два. Жавнерчик? Мне кажется, что Драгун, но маг Жавнерчик мог не забить. Мог не забить. А мог и забить? Мог и забить, да. Да, но я, наверное, все-таки предположу, ну, все-таки скажу Макс, Макс Жавнерчик. Виталий? Ну, я уже сказал, что, хотя я не помню, что Максим бил, но, может быть, не забивал. Да, два ответа дано и опять ни одного прайма, потому что Станислав Драгун, 2010 год, 20-й тур, дебют со второго тайма, не сумел реализовать пенальти. Это был матч в Борисове. Героем капитата тогда стал Сергей Веремко, который отразил тот пенальти. Но это, собственно, не помешало Динамоцам победить со счетом 3-1. Была волевая победа тогда. Один из тоже самых ярких матчей на нашей памяти. Борисове. 7-6 счет. Продолжаем. В истории классика есть три футболиста, которые забивали и за Динамо, и за Боте. Кто это, может, кто-то сразу тоже опять-таки даст вариант. Я думаю, это Игорь Чумаченко. Ну да, согласен. Игорь Чумаченко в том числе, но есть еще два футболиста. Кто-нибудь назовет, кто бы это мог быть. Игорь Чумаченко, да, это, безусловно, это был первый. Возможно. Опять-то из молодежи. В тех же причисляем Игорь Стасевич. Забивал Боте. Не помню. Честно сказать, не помню. Может быть, еще кого-то? Кули забивной был. Возможно. Игорь Чумаченко. Коля тоже мог. Да. Своля. Рынзюк. Николай Рынзюк. Итак, принимаем ответ Дмитрия Чалея. Игорь Стасевич, да, действительно, он забивал и за Боте, и за Минское Динамо. Еще один балл он зарабатывает. Еще один футболист, это Станислав Драгун, который забивал и за Боте, и за Минское Динамо. Да, есть такой факт. 8-6 счет. Дмитрий Чали еще больше увеличивает отрыв от Виталия Володенкова. Два заключительных вопроса у нас остается. 55 матчей в истории, больше сотни голов. Но лишь один хитрик был оформлен в истории классика. Я Чумачин, ты сказал? Да, этот вопрос уже обсуждался, да, к сожалению. Мне он подсказал, я бы, наверное, не подсказал, можно засчитать, мне кажется, Виталию балл, потому что я точно не назвал он, а он назвал, поэтому... Мне кажется, это был даже первый матч, может, Игорь, нет? Я не могу вспомнить. Бориса. Потому что... Вот так вот справедливо, да, на самом деле, первый матч это был в 2001 году между этими командами. На 14-й минуте динамовцы пропустили, но через 5 минут Игорь Чумаченко счет сравнивает, потом забивает еще 2 матча. Может быть, вспомнишь что-нибудь из того поединка? Ничего, не помню, конечно. Помню, что пришел, человек забил 3. Это помню. Голевую отдавал в том матче? Ну, что самое интересное, в следующем же сезоне Игорь Чумаченко переходит в Борисовский боте и в матч против Динамо оформляет дубль. 5 голов у него на счету, да, вот такой вот примечательный факт. 8-7 счет. И перед заключительным вопросом у Виталия Володенкова есть шанс сравнять счет и выйти на дополнительный вопрос, который мы приготовили. Дмитрий Александрович, нужно собраться и ответить правильно, чтобы выиграть в нашем конкурсе. Видишь, как Динамочка тащит своих? Итак, 15-й вопрос, заключительный. Сколько карточек было показано в самом грубом классика за всю историю? Вариант 1. 8 карточек. Вариант B. 10 карточек. Вариант C. 3-й вариант. 12 карточек. 8, 10, 12? Да. Здесь многовато, я думаю, 8 скажу. Ты отвечаешь 8. Желаю. Я тогда отвечу 10 карточек. Ну что, можем констатировать смело факту, что Дмитрий Александрович Чалей побеждает нашей викторине, посвященной белорусскому классику, потому что он дает еще один правильный ответ. 9-7 счет. Да, действительно. Что самое интересное, два раза было показано 10 карточек в истории противостояния Динамо и БТ. Кстати, Виталий Викторович, вот матч в 2007 году на этом стадионе, когда мы вступили 0-3, помнишь? 0-4 может? 0-3. Жаннерчик забивал? Нет? Последний. Вот про голы я, честно сказать, не подготовил, все, да, каюсь, к сожалению. Да, нет, ничего. Но тогда было 7 карточек показано в нашу сторону, причем Кирилл Павлючко увидел 2 перед собой. У нас еще Жанн 3-0, да. Ты когда? К седьмому моменту уже. Ты тогда тренер был? Семь, мой год был, да. Наверное, один из самых ужасных ночей для нас в истории противостояния. Ну, так вот было. Само ужасное было, когда байдачный был, мы увалились. 4-0. Вот тогда мы сам уже. Ну, это был самый, да. Его мы не хотели вспоминать, спасибо Виталию, что на полу просят матч. Что было после игры? Драка. Драка, да? Да, тренировый футболист. Да, тот самый знаменитый случай. Самый знаменитый, да. В общем, мы можем поздравить Дмитрия Александровича Шалей с победой в нашем конкурсе. Спасибо большое, ребята, за участие, то, что приняли участие в нашем конкурсе. Наши викторины откликнулись на приглашение. Спасибо вам большое. И мы, конечно же, пожелаем удачи нашей команде в воскресенье. Пускай у них все получится. Нужно обязательно побеждать. Нужно возвращаться в чемпионскую гонку. Будем верить, что у ребят все получится. Подарки Дмитрию Александровичу. Спасибо. И Виталию Викторовичу. Победите вы, спасибо Александровичу большое. Главный футболист. Дмитрий Александрович потом в офисе. От молодых. Спасибо большое всем, кто посмотрел наше видео. Обязательно будет продолжение. Еще раз болеем за нашу команду в воскресенье. Ждем всех в Борисове. Естественно, смотрим Динамо ТВ.